Кладбище села Шила завалено мусором. В редакцию новостей 7 канала обратились зрители, которые рассказали, что свалка появилась прямо на памятнике воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Подробности у Дениса Денисова. Разговариваем с соседями, ну что, может, как бы нибудь соберемся там или еще что-то. Ну, нафиг нам это надо. Проблема захламленного кладбища возмущает Галину каждый год. Сама она живет в Красноярске, но часто приезжает в село Шила. Здесь захоронены ее родственники. Говорит, что ни разу за много лет не видела, чтобы на этом кладбище не было мусорных куч. Буквально в паре шагов от могил. Брат у меня похоронен уже 10 лет, как здесь. И вот отца мы похоронили, вот полгода будет. Ну, видите сами, вот это постоянно. Не огорожено здесь кладбище. Коровы постоянно ходят. Сама Галина старается забрать весь мусор с собой, но в целом сельчане себя этим не утруждают. В кучах в основном пластиковые цветы, бутылки, остатки продуктов. Так что в его происхождении сомневаться не стоит. В честь погибших в Великую Отечественную войну прошлой весной здесь даже установили вот этот памятник. Прямо напротив огромной кучи мусора, которая, по словам местных жителей, находится здесь уже не первый год. Сама Галина ссылается на бездействие местного сельсовета. Якобы главу никогда нельзя найти на месте. Однако визит нашей съемочной группы администрацию нисколько не смутил. На фотографиях годовалой давности можно рассмотреть, какая помойка была на кладбище год назад. Убираются там и правда реже, чем хотелось бы. Но регулярно. Сейчас осталось уже за раз только вывезти. Однако при этом рано проводить нельзя. Почему? Люди убираются. Мы только освободим площадки, а не заново на эту площадку укладывают. Поэтому мы дали возможность, люди все почистили, все убрали. Все равно это все будет приятно. Это по сравнению с тем, что было, вот что было, это было страшно. Это было страшно. При этом общественные призывы убраться сельчане чаще всего игнорируют. Плюс ко всему за Шилинским сельсоветом закреплено еще шесть населенных пунктов. У всех похожие проблемы. А обеспечить техникой всех денег нет. Но уже осенью пообещали весь мусор вывезти. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал.